Лёстик Ольга Николаевна, руководитель литературного отдела помощницы художественного руководителя Курского государственного драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. У меня одно. Это театр и всё, что связано с ним. Я изучаю театральную критику, я изучаю режиссуру, я изучаю драматургию, изучаю всё, что связано именно с театральным искусством. Это была интересная история. Мне было 20 лет, и я попала на собеседование к Юрию Валерьевичу Буре. Я не знала, к какому легендарному человеку я иду. Я прошла это собеседование, как вы понимаете, достаточно успешно, хотя мне показалось, что я отвечала нелепо на вопросы. Но Юрий Валерьевич поверил в меня, что-то увидел и пригласил работать в театр. А перед этим мне позвонили из отдела кадров, из драматического театра, и сказали, что мне можно прийти на собеседование, и сказали, что работа именно для меня, потому что нужно читать книги и получать зарплату. Сейчас я могу сказать, что «Завлит» занимается колоссальным объёмом работы, потому что «Завлит» отвечает и за репертуарную политику театра, он отбирает пьесы для художественного руководителя. Это моя основная работа и самая, кстати, сложная работа, потому что приходится прочитывать колоссальное количество пьес. Когда мы с Юрием Валерьевичем верстаем репертуар, то на моём столе лежат до сотни пьес. На его столе также лежит огромное количество драматургического материала. Мы отбираем, исследуем, разбираем. Всё это занимает не одну неделю. Потом делаем распределение с Юрием Валерьевичем Буре, потом ищется режиссёр на данную постановку. Или это идёт работа в другом порядке. Но самое главное – это пьесы, потому что любой спектакль начинается именно с пьесы. И дальше Завлит работает по рекламе, то есть проводит творческие встречи, интервью, пресс-конференции, делает информационный контент, верстает афиши, отвечает за всю информацию, которая должна быть сделана для спектакля. Анонсы, которые вы читаете на сайте, фотографии отбираются, обрабатываются. Конечно, это работает огромная команда, но в любом случае Завлит всё это контролирует, потому что именно художественное руководство театра знает, каким будет спектакль в результате, как его можно прорекламировать, с каких позиций можно его представить. Он также, Завлит, работает с режиссёром напрямую, помогает ему, если режиссёру необходима какая-то помощь в консультации или необходимо достать какой-то литературный материал, поговорить с автором, то всё это делает Завлит. И ещё большая работа у Завлита – это авторские права. Он связывается со всеми авторами, современниками, или это авторы, которые ушедшие, но они охраняются, всё это регистрируется, всё это фиксируется, и Завлит следит за тем, чтобы всё это было законно, чтобы всё было оформлено по правилам, потому что каждое произведение – это отчисление авторских прав. Работа над собой. Читать – это моя работа, поэтому я и люблю читать, и, конечно, мне это необходимо и для работы, и для развития. В недавнем времени открыла для себя аудиокниги, поэтому всем рекомендую, потому что это очень удобно, и чаще всего эти аудиокниги читают профессиональные артисты, которые по-своему раскрывают произведения. Поэтому рекомендую аудиокниги. У меня огромное количество книг, которые могла бы посоветовать, но сразу на память приходит Лев Николаевич Толстой «Воскресенье». Мне кажется, эту книгу должен прочесть каждый. Также приходит на ум Мапасан «Жизнь». Это не очень популярная книга у Мапасана, но она заслуживает внимания, поверьте мне. И также на меня произвела большое впечатление. Книга прочитана еще на филфаке «Жерминаль» и «Меля Золя». И мне кажется, эта книга, она помогла для меня открыть какие-то новые грани именно в жизни. Это, конечно же, Достоевский и Толстой. Я в школе не очень дружила с поэзией, учитывая, что я все прочитывала в оригинале, но почему-то, когда дело доходило до поэзии, у меня были с этим проблемы. Но единственное стихотворение, которое я помню до сих пор наизусть со школьной скамьи, это Анна Ахматова, которую я безмерно люблю и уважаю. Вообще, мне очень нравится поэзия 20 века «Серебряный век». Мне кажется, эта поэзия стоит особняком, и она действительно пропитана болью 20 века. Анна Ахматова, это стихотворение я читала на экзамене, и мне кажется, это стихотворение именно полностью раскрывает судьбу Анны Ахматовой. Приговор. «И упало каменное слово, на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить. Надо, чтоб душа оледенела, надо снова научиться жить. А не то горячий шелест лета, словно память за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом». Анна Ахматова, 1939 год. Могу назвать огромное количество постановок, если это из курских постановок, конечно же, это «Соловийная ночь» Юрия Валерьевича Буре, это спектакль «Семь криков в океане» Юрия Валерьевича Буре, «Чайка» Вячеслава Сорокина. Если говорить из всероссийских постановок или мировых постановок, мне очень нравится национальный английский театр. Я смотрела спектакль «Франкенштейн». Он недавно, кстати, был показан по телевидению. И также из российских постановок могу отметить режиссера Еремина. У него есть спектакль «Р.Р.Р». Это «Родион Раскольников». Это «Преступление и наказание». И также могу отметить спектакль «Римаса Туминоса». Это «Ветер шумит в тополях». Спектакль, который я смотрела, наверное, раз 10. Также спектакль бурдонского режиссера, который идет на малой сцене Театра Российской Армии «Та, которую не ждут». И главной роли Чурсина. Могу называть многие постановки «Женовача», «Додина», «Спивак» Семен Яковлевич. Последнюю постановку увидела «Звериные истории». Была на премьере. Это одна из моих любимых постановок на сегодняшний день. Была на премьере у Льва Абрамовича Додина «Братья Карамазовы». Тоже является моим самым любимым спектаклем на сегодняшний день. Но могу сказать, каждый раз смотрю какие-то новые постановки, и этот список пополняется и пополняется. Нет. И можно сказать, раскрыть такой секрет, я не очень люблю сцену. Хотя мне приходится выходить, и у меня публичная профессия, но я не люблю сцену, и мне комфортнее находиться за сценой и создавать что-то, именно организовывать, помогать артистам, помогать режиссерам. Когда я выхожу на сцену, это действительно для меня большой стресс. Но провожу свободное время и даже иногда страдаю от этого. Я люблю велосипед, велопрогулки, я катаюсь на байдарках, выхожу на сплавы, на сапсерфинг, на серфинге катаюсь, но не в России. Стараюсь пробовать новые активные виды спорта. Всегда что-то для себя открывать новое в спорте. Также люблю парапланы. Все, что связано с водой, с погружением или просто на воде и с воздухом, даже когда-то прыгала с водопада без страховки. Желаю молодому поколению никогда не останавливаться в развитии. Это самое главное, потому что сегодня есть и повезло молодому поколению, что огромные возможности для образования. Сегодня открыты доступы ко многим библиотекам, ко многим ресурсам, ко многим контентам, и я желаю ребятам, чтобы они все это использовали только во благо интернет-ресурс, который может открыть для него новый мир. И хотелось бы пожелать молодому поколению никогда не останавливаться, развиваться, узнавать что-то новое, пробовать и даже задавать неудобные вопросы, но если это им поможет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!